Еженедельное аппаратное совещание в администрации города началось с поздравлений. В честь Дня автомобилиста за добросовестный труд и активную общественную деятельность лучшим работникам сферы автомобильного транспорта Бирска вручили благодарственные письма. За профессионализм и добросовестный труд награждается Сергей Германович Степанов, водитель автобуса МУП Бирского автотранспортного предприятия. Сергей Германович стал самым вежливым водителем автобуса по результатам опроса среди пассажиров. Работает на вновь открыто маршруты номер 9 и перевозит ежедневно пассажиров в поселок Новый. Также с прошедшим юбилеем поздравили председателя Совета депутатов Бирска Валерия Бадьина. 28 октября ему исполнилось 65 лет. После поздравления участники заседания перешли к обсуждению текущих вопросов городской жизни. Работа по программе «Безопасные и качественные дороги» подходит к завершению. Итоги подвела замглавы по городскому хозяйству Лариса Степанова. В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен капитальный ремонт дороги по улице Маяковского. 960 погонных метров. Также в рамках программы были запланированы мероприятия, которые направлены на ликвидацию двух мест концентрации ДТП. Это от улицы Ленина до Маяковского по улице Красная Сибирь. И также по улице Красная Сибирь от улицы Палова до Рогачева. Лариса Степанова подробно рассказала, какие работы были произведены в рамках выполнения программы. «В рамках данных мероприятий были установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная дорожная разметка, установлены Г-образные опоры для знаков над проезжей частью дублирующих, устройство тактильной плитки, установка пешеходного ограждения, установка ограждения дорожного металлического барьерного типа, устройство асфальтобетонного покрытия тротуара, установка приборов и муляжей типа «Скат-С», а также установка прибора «Кречет-С», которые позволят фиксировать фото, осуществлять фото, видео и фиксацию». По итогам проведенных аукционов, экономию средств с учетом общественных обсуждений было решено направить на ремонт проезжей части по улице Суворова. В рамках выполнения программы в городе были произведены и другие важные работы. По словам руководителя отдела транспорта и дорожного хозяйства, в связи с подключением нового коллектора по улице Первомайская, пассажиры городского транспорта не почувствуют никаких неудобств. Улицу перекроют в ночь на 31 октября. «Хотелось успокоить всех пассажиров автобусов, они неудобств не почувствуют. Общественный транспорт будет двигаться в нормальном режиме, никаких перемещений не будет. Для автолюбителей предусмотрен объезд по улице Первомайской, по Горького, Лелюха и Водобачной». Военный комиссар Берцка рассказал, как в городе проходит осенняя призывная кампания. «На сегодняшний день на 30 октября призвано 47 человек, отправлено на областной сборный пункт 17 человек. Городская призывная комиссия в ноябре работает вторник-четверг, начало работы – 11.30». О других вопросах, обсуждаемых на аппаратном совещании, мы расскажем в ближайших выпусках новостей.